За 14 лет Норильск преобразился до неузнаваемости. В городе за полярным кругом появятся новые жилые дома, школы, детские сады и даже пожарное депо. Все это только малая часть длительного проекта. На его воплощение выделено 120 миллиардов рублей. Ольга Шелик продолжит. Норильску необходимы масштабные изменения. Последние 30 лет город жил за счет наследия Советского Союза. Новые дома, школы, детские сады и другие важные социальные объекты здесь не создавали. А подрядчиков из других городов пугают большие затраты на доставку материалов и суровые климатические условия. Однако это планируют изменить и сделать территорию более привлекательной. Сегодня администрация Норильска совместно с краевым правительством и Норникелем представила план по развитию города. Для нас оно важно чем? Тем, что находясь в Красноярском крае, мы хотим привлечь для реализации комплексного плана на территории города Норильска не только иногородних подрядчиков, но и тех, которые находятся на территории края. Те, которые имеют здесь мощности, те, которые имеют здесь трудовые ресурсы, механизмы и тем, которым будет проще здесь реализовывать этот комплексный план вместе с городом Норильска. Масштабная реновация Норильска рассчитана до 2035 года. Стоимость составит 120 миллиардов рублей. Деньги выделят из федерального и краевого бюджетов. Весомая часть финансирования поступит от компании Норникель. На эти средства в ближайшие несколько лет снесут аварийное жилье, построят многоэтажные дома, образовательный центр и детский сад. Также при планировании учитывали мнения жителей города. На протяжении значительного времени проводили опросы среди активной части населения. Участвовали в них более 4000 человек и формировалась огромная база пожеланий горожан. И, соответственно, эта база потом приводилась в какой-то документ в соответствии с мнениями экспертов с разных городов России, в том числе с арктических, архитекторов, городостроителей. Важно отметить, что это не мнение одного человека или чиновника, или представителя бизнеса. Это мнение тех людей, которые живут в северном городе. Комплексный план по развитию Норильска был бы невозможен без поддержки губернатора. В прошлом году Александр Рус внес на федеральный уровень вопрос о необходимости содействия восстановления Норильска. Сейчас проект находится на стадии согласования с правительством России. Комплексный план социально-экономического развития Норильска на прошлой неделе прошел согласительное совещание у вице-премьера правительства Российской Федерации Юрия Петровича Тротнева. И до конца октября месяца он поступит на подписание председателя правительства Российской Федерации Михаиловича Нашустрова. Подрядчиками станут местные предприниматели. На встрече с руководителями проекта они обсудили трудности, с которыми могут столкнуться на этапе воплощения. Мы понимаем эти проблемы, тем не менее, есть уже существующие подрядчики, которые работают, и есть другие, которые, видя, что не так страшен лев, как его молюет, собираются и горят желанием работать в городе Норильске. Работа над развитием заполярного города на этом не заканчивается, ведь при работе над комплексным планом также будут учитываться пожелания жителей Норильска.